Слава нашему Господу, Богу и Спасителю! От Украинской Реформаторской Православной Церкви, от наших батюшек, матушек, вам огромный привет! Слава Богу и поздравления, благословения! И знаете, друзья мои, братья и сестры, дамы и господа, все присутствующие, я хочу присоединяюсь к этим хорошим, прекрасным словам, что были уже сказаны здесь, пасторам Симонны, и думаю, будут сказаны еще многие хорошие слова другими пастырями, гостями. Я хочу поздравить вас, три года, это мало и много одновременно, это какой-то срок определенный период. Знаете, друзья мои, Одесса, в этом городе вашем я редко бываю, но это город специфический, его как-то кожу чувствуешь, его как-то изнутри чувствуешь. Это город особый, и я думаю, многие замечают, это туристы, гости этого города, замечают, что в этом что-то есть особенное. Конечно же, да, с одной стороны, город Мамоны, город Муда, город, значит, многих проблем, но с другой стороны, именно в этом городе, ведь, думаю, непростое совпадение, именно в этом городе, когда-то, в далекие двадцатые годы, начиналось удивительное зрение Духа Святого. Я думаю, это непростое совпадение, у Бога нет просто совпадения, именно в Одессе, именно здесь, в этом городе. Вспомним Варанаева, вспомним другие братья, которые здесь трудились, друзья мои, то, что мы видим сейчас, это продолжение великого обновления христианства. И я убежден, что отсюда, с Одессы, должно произойти удивительное преобразование, удивительная реформация. Как православный реформатор, я, конечно, в первую очередь, ну, каждый раз в нем говорит, знаете ли, я всегда говорил, говорю, буду говорить, и тружусь для того, чтобы это осуществилось, говорю о реформации православной церкви. Но, конечно, в реформации, я об этом убежден, нуждается сегодня все тело Иисуса Христа, все тело Христова. И очень важно нам сегодня, как в теле Господнем, как часть тела Иисуса Христа, не разделяться, но вместе против нашего общего врага, который есть дьявол, враг Божий и враг человеческий, друзья мои, ополчаться. И моя мечта, у меня есть мечта, как помните, Мартин Лютер Кинг проповедовал там, в городе Вашингтоне, и он говорил, у меня есть мечта, у меня есть мечта. Он десятки раз повторял эти слова, и поэтому эта проповедь, она вошла, этого баптистского пастора, реформатора, вошла в историю мировую, как именно проповедь, с таким же названием, у меня есть мечта. И у меня тоже есть мечта, у любого нормального человека есть мечта. И слава Богу, что такие люди, как Мартин Лютер Кинг, они не были такими, знаете ли, религиозными маниловыми. Они не были, знаете ли, просто лишь мечтателями. Вера, это есть не просто мечтательность, это не просто вот то, что ты себе накрутил в уме своем, надумал что-то себе. Нет, это есть осуществление ожидаемого, которое просто логично вытекает из уверенности нашей в невидимом. Слава Богу, друзья мои. И я тоже далек от религиозной маниловщины, я не только мечтаю, я и дружусь для осуществления этой мечты. И предлагаю вместе потрудиться на этой земле для осуществления прекрасной Божьей святой мечты. Хочу благословить вас, друзья мои, братья и сестры. Есть несколько слов из Библии, которые хочу прочесть, чтобы благословить вас ими. И хочу благословить вас добрым, старым библейским, еврейским благословением также, которое есть в книге чисел, в четвертой книге Моисеева, в шестой главе, это уже в завершении. И хочу, чтобы Божья, святая мечта, она стала нашей мечтой. Я думаю, здесь собрались люди неравнонучные. Я думаю, здесь пришли сюда люди, те, которые на самом деле имеют мечту определенную, и которые хотят осуществить эту мечту. Друзья мои, потому что неверующие, они тоже мечтают о многих вещах, но редко кто из них гребет. Многие из них просто побросали весла, никуда кривая вытянет, куда вырулит все это. Но верующие, они знают путь, они знают, что надо идти вслед за мечтой своей, надо идти вслед за Господом Иисусом Христом. И он не хочет смерти грешника, он хочет, чтобы все были спаслись и достигли познания истины. И давайте мы будем мечтать об этом. Давайте будем трудиться для осуществления этой прекрасной святой мечты. Давайте прочтем это из Библии, из Слова Божьего. Я хочу прочесть это с вами из постания апостола Павла. Его постания, значит, Тимофею. Его постания, первого постания к Тимофею. Где говорится об этой его прекрасной Божьей мечте. Первый постания к Тимофею, вторая глава. Говорится следующее. Вторая глава с первого стиха и дальше читаю. И так, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителям язычников вере и истине. И дальше он подотаживает так. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевать чистые руки, без гнева и сомнения. Друзья мои, братья и сестры, сегодня мы возносим наши молитвы и молимся о том, чтобы Господь продлил время мира для нашей земли. И чтобы в это время мира, чтобы многие души познали Бога, чтобы сейчас в Одессе, в это время, как можно больше людей пережило встречу, святую встречу с Господом. Чтобы как можно меньше одесситов пошло в ад, но чтобы как можно больше одесситов пошло в рай, в Царство Божье. Я хочу на небе послушать еврейский такой юмор одесский. Я хочу услышать одесский акцент на небесах. Я хочу, чтобы это не было редким явлением. Я хочу, чтобы это было очень частым, популярным на небесах. Я хочу, чтобы как можно больше одесситов, добрых, хороших людей было в Царстве Бога. И чтобы это осуществилось, друзья мои, мы должны поработать. Потому что на самом деле, друзья мои, и та же молитва, это тоже работа, святая работа Божья. Потому что Бог хочет, но мы это делали, чтобы молились. И чтобы мы, напоминающие о Господе, не умолкали. Бог этому хочет. Он хочет спасти всех. Была бы его воля, он всех бы, он все одессу бы забрал бы к себе. Но так вот, не вся воля осуществляется, к сожалению. Если еще мы знаем, верующие собрались здесь в большинстве своем. Мы знаем, что не только есть Бог, есть еще и дьявол. Не только есть, знаете ли, добро, есть еще и зло. И мы знаем, что дьявол, у него очень простой, как бы, ответ на каждого из нас нужды. У него очень простое решение для каждого из нас. У него очень простая судьба для каждого из нас. Украсть, убить и погубить. Вот скоро будет, через месяц будет, да, праздник Курил. И мы будем вспоминать в очередной раз вот того злобного Амана, там топать, свистеть, значит, потому что его имя до сих пор, наверное, как Гитлер какого-то вспоминаем. Вот того нечестивца, который хотел весь народ Божий истребить. Но, знаете, друзья мои, Аман еще не только прообраз каких-то там нечестивцев, как Гитлер или Сталин, он еще и прообраз дьявол. И он дьявол тоже бросает, как некий Аман бросает жребий. Мы еще в утроме наших матерей, допустим, были когда. Мы еще даже не родились тогда на свет Божий. А дьявол уже бросал свой пур, бросал свое жребий о каждом из нас. И его жребий очень простой. Как бы ни было написано у него, украсть, убить и погубить. У него жребий такой. И это страшно. Особенно страшно тогда, когда это жребие начинает осуществляться в жизни людей. Особенно страшно, когда видеть это все, когда это все уже очень сильно затянется. И когда человек уже доходит до ручки. Когда уже враг торжествует фактически. Когда уже осталось все. Только перейти в вечность и вечную погибель уйти. Но, слава Богу, что есть другой жребий. Знаете ли, как тогда, во время пурьи мы вспоминаем Мордыхая, тот Мордыхей не захотел поклоняться Аману. Знаете ли, есть те, слава Богу, которые не хотят поклоняться и не хотят быть фаталистами. Не хотят перед злом преклоняться. Которые верят в другой жребий. Которые, знаете ли, избирают потом в другой жребий. И в жребий Божий это жизнь и жизнь с избытком. Он хочет, Бог хочет всех спасти. Была бы его воля, он, говорю еще раз, всю Одессу взял бы к себе. В его сердце для каждого действительно найдется место. Но, есть сражение. Великое сражение. И каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это еще на пять земли отвоеванную царство тьмы. И перешедшее в царство света. Идет великое сражение. Позвольте, скажу, что сегодня, несмотря на праздник, несмотря на торжество в этом городе сегодня, кто-то пошел в ад, в вечную погибель. Кто-то завтра пойдет в ад, в вечную погибель. Кто остановит это безумие? Кто остановит это шествие? Есть на свете Бог. Есть люди, которые доверяют Богу. И этим людям нет ничего невозможного. Те, что доверяют Богу, они становятся в удивительное положение между адом и райом. Они оказываются между паромолтом и кавальней, но они идут вперед. Они говорят этому миру погибающему, что есть выход. Слава Иисусу! Друзья мои, и написано, паспорт света сказала о любви. Прекрасные слова. Прекрасные слова о любви Бога. Я хочу сказать еще, то, что написано в конце послания Павла в Коринф, его первое письмо в Коринф, написано следующее. 22 стих, 16 глава, 1 Коринф. Написано, «Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафима, Маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». Друзья, секрет в том, великий секрет этой жизни, что только лишь любовь к Богу, любовь Божья спасает нас от ада. Нет других путей. И в этом городе великом, друзья мои, в миллионном городе Одессы, в этой же мчужине у моря, как поется песня, да, есть люди, которые любят Господа Иисуса Христа. И они уже не под проклятием, они уже не под Анафимой. Те, кто влюбились в Иисуса Христа, и те, кто любят Его, те, кто эту любовь поддерживает. Вот паспорт Святой сказал о отношениях с женой, между мужем и женой. В Библии это много раз. И в Ветхом и в Новом Завете говорится о взаимоотношениях мужчины и женщины, мужей и жены. И на этих примерах Бог сравнивает свои отношения с народом Своим и народом Своего самим Собой. Отношения, прекрасные отношения, но порой они становятся ужасными. Знаете ли, как говорили некоторые цадики еврейские, некоторые христианские проповедники, говорили, что порой семья становится вратами, преддвериями ада, а порой вратами рая, или предвратами, как бы преддвериями рая. Знаете ли, это на самом деле, это так. И я человек женатый, у меня шестеро детей, у нас супруга, мы родились шестеро детей, три мальчика, три девочки. И вот 21 год мы в браке, и за это время много что было в нашей жизни, в нашей судьбе, в нашей семье. Но я кое-чего научился за этот срок, вот пока в браке, пока человек женатый являюсь. Чему научился? Что на самом деле, чем больше мы общаемся, проводим лично вместе друг с другом время, тем у нас крепче, крепче это любовь, отношения, привязанность, вообще все это. И чем меньше мы общаемся, разговариваем, тем хуже. Я потом начинаю понимать, что это проблема. Мы можем говорить на самом деле, формально я люблю, да, а вот этого огонька уже нет как-то. Но когда мы больше проводим время вместе, тогда и общаемся, да, находим общее. Прекрасно, друзья мои. Тогда возгорается любовь, и так же с Господом нашим, друзья мои. Когда мы больше общаемся с Ним, разговариваем с Ним неформально, на самом деле, то эта любовь наша, она возгорается больше и больше. Друзья мои, братья, сестры, дамы и господа, я скажу, потому что Господь близок, Господь рядом. И не знаю, как кто, как здесь в этом зале, но я среди тех, нахожусь христиан, в лагере тех христиан, что верят в ближайшее возвращение Иисуса. И знаете ли, хочется, думаю, кстати, вот фильм, нашумевший в прошлом году, «Иерусалима, брат, отчет», по книге Джона Хейги, это потрясающе, я не знаю, на русском есть или нет еще, этот фильм, вроде бы был перевод, делался перевод, но я не видел еще, может быть, не было, да? На английском, но это сделала книга, и книга сама в свое время, и сам фильм, вот вышедший в прошлом году, сделал просто сенсацию такую мировую, в христианском мире, по крайней мере. «Иерусалима, обратный отчет», рекомендую. Там даже если, у меня, не важно английский, но моего английского хватило понять, о чем там, мы Библию читаем, а там все по писанию, фактически. Вот о последних временах, восхищения церкви. И знаете, что, друзья мои, скажу, что я хочу, так же, и моя жена этого хочет, мы общаемся на эту тему, когда мы понимаем, что мы хотим этого вместе, чтобы не совлечься, но облечься в небесное наше жилище, чтобы смертное было поглощено жизнью. Хочется, чтобы на облаках, вот так вот, вы видите, ах, и все. Но чтобы вот так вот, ах, надо любить Иисуса. Знаете ли, вот надо очень сильно любить. Я скажу слова одного, брата, который уже ушел в вечность, недавно ушел в вечность, это удивительный пастор был, Дэвид Билкерсон, в Нью-Йорке, там, в этой церкви народов, он, знаете ли, что сказал? Ему было откровение, еще в 72-м, где-то, году, что с разной деноминации, не только с его деноминации, с разной деноминации, он видел христиан, возносящихся в средине Господа на воздухе. И он обратил на кое-что внимание, что и записал, так даже в 70-х, он обратил внимание на то, что это были люди, не просто правильной теологии, там были люди, с не очень правильной даже теологией, но там были люди именно, которые очень сильно любили Иисуса, которые влюблялись в Него, которые любили, и у кого отчего болит, про то и говорит. Вот это были такие влюбленные, вот их забрал Иисус. Много осталось хороших христиан, говорит, добрых христиан, верующих, не то чтобы там, знаете, пустышка, много что переживших даже в своей жизни, но вот у них не было вот этого огонька, не было этой любви. Но не беда, друзья, даже если среди нас есть те, кто будут оставлены, для вас, для вас, у меня хорошая есть новость, для оставленных, ну, информация, мало ли, пригодится к размышлению. Для тех, кто останется, еще поезд не ушел, и не надо локти кусать, потому что для оставленных работы вот так вот будет, не почетный край. Правда, будет уже, условия будут очень суровые и сложные для работы, но работа будет не почетный край. Приводить к Иисусу Христу людей даже удастся после восхищения церкви. Духа Святого. Почему? Потому что, как у Джона Хейге, кстати, в книге очень потрясающе рассказывается. Джон Хейге, это баптистский пастор, всемирно известный, который апокалипсис раскрывает просто по косточкам. Так вот, и, значит, очень интересно говорить, что вот как до времени благодати Духа Святого излияние, тоже ведь Дух Святой действовал на земле. Не так, конечно же, вот так вот, рекою, морем каким-то, но ручейками, но точечный удар такие были Духа Святого. На царей каких-то, значит, на каких-то грешников, на каких-то там пророков Дух Святой сходил, раз, и совершал работу. Сходил, уходил. И вот так же, после восхищения Духа Святого, удерживающего, вот так же Дух Святой будет точечный удар на нас, знаете, как вот израильская авиация, бабац, там террористы, бабац, удар туда. К примеру, ты говоришь, какому-нибудь там уже человеку, который уже хочет к антихристу уже с головой продаться, а ты говоришь, друг, верь в Иисуса Христа, Он Спаситель. Какой Христос? О чем ты говоришь? Ты что, из этой секты христианские, что ли? Я думаю, все сходят на него, и он говорит, точно, что-то есть. Точно. А ведь правда, такие-то, Бог-то есть, Иисус Христос, это Господь. Знаете, друзья мои, благословляю всех вас, возлюбленные мои, братья и сестры, любите Иисуса Христа. Я понимаю, что особенно, если верующие уже не первый год, если даже и не первый десяток, я разговаривал с братьями, которые давно уже были верующими, и я обнаружил, что эта проблема не только у меня, а у многих других верующих возникает охладевание отношений определенное. Знаете ли, я разговаривал с одним человеком, он уже ушел в вечности, поэтому я могу говорить его имя. Это был Иван Петрович, Иван Петрович, фамилия, в Малой Ярославце. Книга называется «Встать, суд идет». Федотов, Федотов. Это епископ Песятнического союза нерегистрированного братства. Очень хороший служитель был. Ушел в вечность. Много лет, десятков прослужил он Господу. И вот уже где-то на шестком десятке служения своего он обнаружил охладевание определенное. Вот как-то привыкаемость это вот к имени Господня. Вот потерял это как художника импрессию. Знаете ли, и он возривновал вернуть это чувство, вернуть эту любовь. И говорит, вот один лишь путь чаще общаться с ним. Просто влюбляться по-новому в Иисуса Христа. Давайте полюбим его. Потому что если ты не любишь его проклятие реальности, не мне вам рассказывать. Думаю, многие из вас испытали в своей жизни какие-то проклятия определенные. Я испытал в своей жизни проклятия определенные. бесов, проблемы определенные. Я понимаю, что в их ситуации только лишь один влюбиться в Иисуса Христа. Просто любить его всем своим сердцем. Друзья мои, люби Иисуса. Бог благословит тебя. Друзья мои, из Писания много, о чем можно говорить, но время коротко. Я хочу благословить вас стихами благословения из Библии. И перед тем еще, наверное, скажу еще пару слов о жертве. Потому что это для меня великая тоже привилегия в этом собрании, на этой конференции сказать о том, что сегодня мы имеем возможность не только словами, в молитвах, да, но еще и делами своими, определенными финансами своими послужить делу распространения Евангелия, Царства Божьего. И потому что даже вот это устроение, да, оно требует финансов определенных. Дорога каждого из нас, она тоже требует финансов определенных. И больше того, ну, за все отмечают серебро написано в Библии. Это так написано в Писании Священном. Кстати, касательно реформации православной Церкви, знаете ли, у нас в этом большая проблема, честно говорю, положа руку на сердце. Потому как очень многие священники забыли библейское учение о десятинах, забыли, в общем-то, то, что говорит Писание о финансовом устроении Церкви, жизни Церкви. И от этого очень большие проблемы пришли в жизнь вообще православия мирового. Друзья мои, пришло время вернуться к начальному, изначальному, вернуться к библейскому. Некоторые батюшки, мои вчерашние коллеги, друзья, порой говорят, о, ты не общался с протестантами, сам стал протестантом. Я говорю, друзья, не было Лютера, не было Кальвина, а все это уже было в Писании. Это все уже было в Библии. Это что, Лютер написал или Кальвин взял там дерзкую рукой сегодня у себя где-то там подписал. Нет, это все было изначально в Писании. И гениальность этих реформаторов в том, что они стали возрождать это забытое. Реформация это возвращение к забытому, старому. Друзья мои, Ральф Небром приезжал в Днепропетровск проводить конференцию. Он говорит о домашних группах, о ячеичном служении. Многие могут указывать ему пальцем и говорить о Ральф, дорогой друг, это что-то новое. Друзья, это хорошо забытое старое. Это то, с чего начиналось христианство. Первые 300 лет христианства исключительно на домашних группах на ячейках соседалось вообще. Вот такие даже собрания, они были, чем больше собраний, тем больше было опасности быть разоблаченными и арестованными и погибшими даже. Знаете, друзья мои, зачем-то вперед батьки в пекло и просто так искушательно знаю тебе Бога. И поэтому христиане собирались на домашних группах, на ячейках, на конспиративных квартирах своих собирались. Сегодня, слава Богу, нам не нужна конспирация. Конспирация, товарищи. Еще раз конспирация. Но сегодня без конспирации мы собираемся. Сегодня мы собираемся, вот слава Богу, нас уже как бы не римские эти какие-то там гладиаторы или легионеры или царские жандармы или что-то еще не устрашает. Слава Богу, за свободное время, слава Богу, за возможность свободно собираться. Поэтому дорожим временем созидаем по всей Одессе сеть таких ябочных квартир, еще не конспиративных, слава Богу, а таких квартир, где будут собираться не страха ради, а, знаете ли, ради Господа, ради Бога, будут собираться мужчины и женщины вместе, проставляя Господа Иисуса Христа, будем вместе любить Иисуса Христа еще больше и больше влюбляться в Него. И, друзья мои, и о жертве. Первый храм на Руси, каменный, не деревянный временный, а уже постоянный каменный, как назывался? Десятильная церковь. Десятильная церковь, представляете? То есть, первый храм на Руси, он был посвящен как раз в Десятине, и был построен на Десятильных крещеных киевлян, и содержался исключительно на Десятильных великих князей киевских. Друзья мои, поэтому о Десятине говорить в православии, это хорошо забытые ставы, брать и поднимать, возрождать. Вот так вот, господа. И скажу, Бог, Он благостовит, Он запретит пожирающим, Он запретит этим проглотам духовным, которые пытаются народ Божий обокрасть. Друзья мои, опять-таки, украсть, убить и погубить. Но есть Бог на свете, который запрещает дьявол, запрещает врагу. И мы говорим, да запретит тебе Господь дьявол. А чем мы говорим? Не просто словами, но и поступками, но и делами. Если мы только лишь словами, горе нам, потому что, если только лишь на языке словами, многие скажут мне, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, многие чудеса творили. Нет. А тарифами делающих беззаконие. Важны еще дела наши, поступки наши, наша жизнь, собственно. Не просто то, что по имени Господа мы можем произносить, делать даже так, но многие религиозные дела, действия. А наша повседневная жизнь, из которой христианская, из которой складывается все наше христианство, составляется как лего определенное, знаете ли. Слава Иисусу Христу. Возлюбленные, хочу благоставить вас стихами благоставения из Библии. Я уже говорил, это четвертая книга Моисеева, это числа, шестая глава. Я хочу спеть на еврейском языке и на русском языке. Еврейский я бы выучил только за то, что им говорил Ишуа. И в этом благоставении, поверьте, столько много всего составляющего, что от дигу даешься вообще. Некоторые слова этого благоставения на современном русском разговорном языке имеют, говорят исследователи, до 70 значений. Удивительно. Не хочется обворовывать народ Божий, хочется, чтобы все эти благоставения избили сейчас. Давайте встанем, возлюбленные братья, сестры, давайте в присутствии Бога сейчас примем эти Божьи благоставения и еще эти благоставения они обогащают и печали с собой не приносят. Будем ревновать о дарах духовных и в этом благоставении я молюсь о том, чтобы Бог благоставил дарами Своего, Церковь Свою. Потому что эти дары нужны не как украшение церкви, а как труд для труда церковного. Допустим, если ты приходишь в больницу, давайте, играйте теперь, пожалуйста, тихо, тихо. Друзья, если приходишь в больницу, может быть, ты не был в больнице и ты не видишь страдания, но поверьте, когда переходишь в больницу, допустим, онкоцентр, вот там, на Моносово, в Киве, да, прихожу, ужас. Вот реально, у меня первое впечатление было, как будто в ад пришел просто. Столько боли, столько страданий, рядом ходишь и не замечаешь. Но когда соприкоснешься с этой болью, вот здесь уже понимаешь, что сам ты ничего не сможешь дать. Они уже там матери эти, я посмотрел так, думаю, боже мой, эти матери, больных детей, матери, которые там находятся, они уже все, и бабок всех обошли, и врачей всех обошли, и уже и верят, и не верят, знаете ли, и смотрят, и мы уже не нужны наши апельсинчики, конфетки, что мы принесли, а им нужно что? Им нужно исцеление, им нужно жизнь, им уже опостылила смерть, они уже вкусили смерть и досыта уже, уже объелись, уже отрыжка эта смертная, уже все, и ад уже стоит пред ними, но они хотят жизнь, они хотят жизнь, и поэтому в этот момент вот лично мое христианство, оно потрясается, я понимаю, я говорю, Бог, пожалуйста, я не могу чем им помочь, ты сам помоги, пожалуйста, потому что я нуждаюсь в этих дарах, я понимаю, что когда выходишь на сражение, дорога ложка к обеду, знаете ли, дорога ложка к обеду, вот сейчас начнется битва, а у тебя нет оружия, а у кого-то хорошее оружие, ты позавидуешь, хорошему мечу, хорошей свадке, можно ножом резать, кухонным обычным, а можно взять это тоже рекламируем, там кейджи, что-то еще, мы как-то купили, режем вообще, хоть бы что вообще, быстренько, аккуратненько, можно, понимаете ли, дару розни, есть очень разные дары, разные призвания, пусть Бог, чем в этом благословении, благословит нас, дорогие друзья, Отец, Царь Вселенной, Бог наш, Сущий на небесах, Абва, Отчин, благослови Церковь Свою, благослови всех нас собравшихся, благослови Одессу, благослови в этом городе, великом Божьем, всех любящих Тебя и Тебя боящихся, христиан разной динаминации, конфессии, Бог всемогущий и благослови ваше собрание, это благослови нас, предстоящих пред Тобой, Божьем, в этом благословении, Божьем, и зряй Духа Святого Своего и одари Церковь Свою. Кто-то просит об исцелении, о даре исцеления, Бог, пошли этот дар сейчас, кто-то просит о других дарах, Бог всемогущий, возбуди ревность на роде Твоем, Господь, благослови, благослови. Божьем, Слава Богу! Слава Богу! Во имя Иисуса Христа, Мессии, Бог всемогущий Отец, Бог Авраама Исаака Якова, Сущий на небесах. Обрати свое лицо святое сейчас на наше собрание. Обрати на этот праздник свое сердце, свое радостное, доброе лицо. Улыбнись там, благослови нас. Одари церковь свою прямо сейчас, Господь. Тех, кто просит себя, Боже, даже немного, даже совсем чуть-чуть, ты даешь больше, чем человек просит и о чем помышляет. Бог всемогущий. Благослови церковь свою, благослови всех насобравшихся. Благослови пастору Маргариту Иванову, благослови всех членов церкви, восстановления скиния здесь в Одессе. Бог всемогущий во имя Иисуса Христа и всех гостей, пришедших поздравить, и просто пришедших разделить радость эту Божие, это торжество, Божие Твое торжество в этом городе. Благослови и умножь, Господь, церковь свою, Божия. Пусть этот рубеж кровлетний будет, Господь, как некий трамплин духовный, Господь, Божий, к росту и количественному, и качественному, Господь, церкви Твоей. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аплодисменты Иисусу Христу.